Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Это очередная бодрящая утренняя подборка всех главных новостей за прошедшие сутки. И судя по всему, в этот раз она получится короткой. Не как вчера. Если вы пропустили вчерашнюю, всё-таки я рекомендую вам её посмотреть. Или хотя бы прочесть текстовый вариант, потому что высказывания Путина очень важные. И интервью заложенного очень важное. Отчасти мы будем сегодня это вспоминать. И в этом выпуске. Глобальные элиты делают ход. Пойдёт ли Путин на условия Запада? Мощная атака беспилотников оставила половину Украины без света. Парагозин уплачет скамья подсудимых. Может быть, поэтому он спрятался на фронте. Олигархи договорились. Ряд бизнесменов сумели добиться ослабления санкций против себя любимых. Друзья, я напоминаю, что ваша активность, ваши лайки, репосты и комментарии – это единственное, что может продвинуть информацию на Ютубе. Поэтому я вас призываю не лениться. Поехали. Голикова, Светоч наш, Татьяна Алексеевна заявила, смертность в РФ снизилась на 19% за 10 месяцев 2022 года. То есть у нас тут идёт спецоперация. У нас тут сообщают о новой страшной вспышке ОРВИ и гриппа, которые тоже через осложнения могут привести к серьёзным последствиям. У нас кризис, на фоне которого дефицит ряда лекарств, в том числе лекарств для онкологических больных, о чём мы говорим уже не первую неделю. Татьяна Алексеевна говорит, что люди перестали умирать. Если люди ничего не будут жрать, у них не будет лекарств, отправить их в окопы, они становятся бессмертными. Примерно такую логику, зачем я это сказал, боже, они ведь сейчас возьмут на вооружение. И это станет нормой нашей жизни. Два документа появились резко после известного казуса с данными пользователей Московской электронной школы. Огромное количество персональных данных, телефона, адреса, электронной почты утекли в интернет. Нет. Появился, первое, проект закона об уголовной ответственности за кражу и публикацию такого рода данных. Пока что действуют крайние меры, это 100 тысяч рублей штрафа, что просто смешно. Взломаны данные нескольких миллионов человек, учителей, родителей, детей. Миллионы. Максимум, на что сейчас можно оштрафовать 100 тысяч. Проект постановления правительства, предоставляющего право внеплановых проверок подобных инцидентов Роскомнадзору. Пока таких полномочий у надзорного ведомства, оказывается, не было, друзья. То есть блокировать либералов, блокировать коммунистов, блокировать ура-патриотов. Если они что-то не то говорят, можно блокировать людей, которые допускают утечки данных. Как-то их за это штрафовать, прессовать, чтобы они это все исправляли. Бить их, в первую очередь, по карману. Бить их рублем? Нет, нет, нет. Роскомнадзор не мог этим заниматься. И главный-то вопрос. Так была это утечка или нет? Потому что официальные лица Министерства цифрового развития, Максут Шадаев и Департамент Московский заявили, что никаких проблем не было, никакой утечки не было. А если никакой утечки не было, то вот эти документы появились откуда? Это что, совпадение такое? Не думаю, что это совпадение. Выполняющие гособоронзаказ заводы Свердловской области, где находятся крупные предприятия Ростеха, Алмаз-Антей и Роскосмоса, перешли на шестидневную рабочую неделю. Рабочий день сотрудников может быть увеличен до 12 часов, сообщил председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлушских. Я, конечно, горд, что у нас пытаются, как бы, что пытаются, что? Мобилизации элит не происходит. Мобилизации экономики не происходит. Мобилизации госаппарата не происходит. У нас мобилизация исключительно через простых людей, через простой народ. Вот мы чем можем, скидываемся для фронта, мы чем можем, освещаем информацию, о которой государственно-официально, бюджетно, я подчеркиваю, средства массовой информации, помалкивают и так далее. У меня сразу в памяти всплывает знаменитая история, когда спутник должен был полететь. А оказалось, что туда датчик впихнули вверх ногами. И когда ракета пошла вверх, датчик решил, вверх он внизу. И она быстренько упала вниз. Это было как раз на предприятии Роскосмоса. Вот если сейчас люди будут работать 6 дней в неделю по 12 часов, ведь это же не двор мести. Это работа такая, серьезная. Какое число будет бракованных деталей? Сколько гиперзвуковых ракет полетит не в ту сторону? Например, не на Киев, а вот на Москву. Кто-то об этом вообще думает, о безопасности, о качестве. Знаете, они думают примерно как тот менеджер, который взял 9 женщин и говорит, рожайте ребенка через месяц. Так не работает это. Есть определенные биологические, физиологические особенности. Есть ограничения. Мы живые люди. Нет. К нам относятся как к биомассе, друзья. Что бы вы таким чиновникам сказали? В российском сегменте МКС серьезные проблемы. Вышла из строя система терморегулирования, пристыкованного к станции корабля «Союз МС-22». Охлаждающая жидкость хлещет из него фонтаном. Это грозит потерей корабля и проблемами у его экипажа. «Союз» — это транспорт, который позволяет вернуться на землю. Температура в корабле «Союз», на котором случилась авария системы охлаждения, за сутки поднялась до плюс 50 градусов. Специалисты Роскосмоса работают над ее снижением. Несмотря на экспертное объяснение, неприятный вопрос все же остается. Почему все угрожающие жизнедеятельности на МКС дырки в обшивке обнаруживаются исключительно в наших российских сегментах? Кто проклял это место? Рогозину лучше помолчать. А я вот думаю, может, он реально на фронте прячется отсюда? Сколько за последние, ну, скажем, два года таких было эпизодов? Утечка кислорода, дырки, проблемы с терморегуляцией, проблемы с питанием, что-то было у них не то. Почему, как изруга, изобилие у нас, не касаемо вообще спецопераций, почему проблемы в космосе такие масштабные? Проблемы в космосе, космических масштабов. Это кто в этом виноват? Дмитрий Олегович. Максима Орешкина, бывшего министра экономического развития, а ныне советника президента, просит вернуть Набиулину из мира цифр в реальную жизнь. Депутат Олег Нилов и более 10 бизнес-ассоциаций подписали обращение к помощнику президента. В нем промышленники просят рекомендовать Банку России снизить ставку до 4% в целях недопущения коллапса экономики. Я подчеркиваю, с точки зрения официальных данных, вот Путин вчера выступал как раз об этом, у нас в экономике все ништяк, вообще проблем нету, все, мы лучше, чем все остальные, у нас дефицит будет всего, снижение ВВП всего 2%, господи, смешные цифры. Вот у всех остальных гораздо хуже будет. Значит, нам париться не о чем. Сохранение на прежнем уровне ключевой ставки, а тем более дальнейшее повышение, вызовет только продуцирование дальнейшего удорожания кредитных ресурсов, сжигание спроса и спад производства, и в конечном итоге дальнейшее торможение экономического развития страны, говорится в обращении. Оливера Сахибзадовна, может быть, хотя к ней обращаться, я думаю, нет никакого смысла. Ну что ж, они попытались обратиться к Орешкину. Посмотрим. Я думаю, что это ни к чему не приведет. Я думаю, Путин и Набиулина реально уверены, что все отлично, все хорошо, ничего менять не надо, нужно гнуть эту линию, за которую они уже держатся. Отток валюты за рубеж не беспокоит Центробанк. Мы не считаем необходимым принимать какие-то специальные меры в связи с этим, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиулина. Ещё раз. Деньги утекают из страны. Нас это не волнует. Вы чё, рехнулись что ли? То есть, какие деньги вообще сейчас могут утекать из страны? Иностранцам, не резидентам, запрещено торговать на нашей бирже. Они регулярно раньше выводили деньги. Сейчас эта валюта остаётся в России. Как бы крупнейшие компании не торгуют. И если торгуют, то сырьём, то есть деньги приходят к нам в страну. Фактически, деньги, которые из страны утекают, это как раз деньги наших офшорников, мошенников, коррупционеров, которые имеют счета во всяких там Швейцариях, Кипрах, Каймановых островах и так далее, и вывозят награбленное. Набиулину это не беспокоит. Путин вчера, его цитата, «Запад развязал против нас экономическую войну». Набиулину говорит, «Да всё нормально, чего вы паритесь-то? Всё хорошо». Руководство платформы ТикТок, принадлежащей китайской компании ByteDance, проводит массовые сокращения в российском офисе, рассказали двое сотрудников, попросивших об анонимности. Один из них говорит, что уволили больше 400 человек. Второй источник не смог назвать точные данные, но подтвердил, что сегодня объявили о больших сокращениях. Уж казалось бы, ТикТок — китайская платформа. Правда, потом оказалось, что ей руководят западные деятели, да, то есть ТикТок разделён на чисто китайский и мировой. Китайцы руководят своими внутренними делами, всё, что касается остальной планеты, руководит команда международных управленцев, и там есть даже всякие там отставные церушники, натовские военнослужащие, ну, то есть такие непростые ребята. И поэтому они на Россию плюнули. Причём была информация ещё в начале августа, что к концу сентября ТикТок должны разблокировать на территории России. Сейчас загружать ТикТоки на территории России нельзя. Нет. Всем этим планам не суждено было взвыться. Ну вот, делайте выводы. Они просто валят из России. Apple покинет российский офис, расположенный в бизнес-центре Романов Двор, недалеко от Кремля. Акции ВУЖ это сервис по аренде самокатов на улицах. Во многих крупных городах появился, когда ты гуляешь, или тебе куда-то надо, или ты, может быть, курьер. Ты за какую-то небольшую денежку арендуешь этот самокат, едешь, куда тебе надо, доезжаешь до следующей специальной зарядной станции, там его оставляешь, у тебя списывается денежка, идешь дальше. Это такая популярная трендовая история. Эти ребята поверили таким чиновникам, как Набиулина, Силуанов и всем остальным. Они решили, что в экономике правда все нормально. Они вывалили акции на биржи, провели IPO. на третий день они обвалились уже на 25%. Верьте Набиулиной дальше. Будете сталкиваться с таким же вот счастьем. В Саратовской области организуют сборку электромобилей в партнерстве с китайской компанией FAW. Сборку электромобилей наладят на площадке в городе Энгельс. На заводе планируют создать до 270 рабочих мест и выпустить до конца 2023 года 2000 батарейных машин для такси и каршеринга. 2000 машин за год это где-то по 6 машин в сутки. 270 рабочих мест. Вы же понимаете, что 270 рабочих мест это я даже не знаю, это даже не сборочное производство. Это какое-то вот не так давно я вам зачитывал эту интересную схему в Китае собирается машина, вынимается руль или другая какая-то запчасть. Отдельно машина без руля привозится в Россию, руль прикручивается на место, это считается сборка. То, что приезжало в Россию, считаются запасные части. Когда руль поставили на место, вот теперь это автомобиль. Собрали автомобиль. На самом деле только одну часть пришпандорили. вы же понимаете, что 270 рабочих мест это ни о чем. Если бы в России реально создавали производство автомобилей мирового уровня, ну, у нас бы появились десятки тысяч рабочих мест. Люди бы получали достойную зарплату. Нет. Пусть у нас будут китайские автомобили, иранские, там, не знаю, казахстанские, монгольские, любые, но не наши. Зачем нам развивать свою промышленность? Мы доверяемся Набиулиной. Эльвира Сахибзадна вперед-вперед. Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу. Уже получили 92,5 миллиона, просят еще 158 миллионов. Для людей денег нет, но выдержитесь. Для семьи Дмитрия Сергеевича Пескова, Татьяна Навка, его супруга с американским гражданством, получает гранты на проведение ледовых шоу. Вот это то, чего сейчас стране не достает. В первую очередь ледовых шоу. Фронтовики передают привет, они очень рады. Кстати, не забудьте скинуть денежки на носки, на подштанники, на маскировочные сети, на тепловизоры, да, ну вы понимаете о чем я. А этим вот, ребятам, 158 миллионов, ну просто так, знаете, пару концертов провести. Лизинговая дочка Ростеха требует в московском суде от Airbus вернуть аванс за 17 новых дальнемагистральных самолетов А-350 для Аэрофлота. Я даю вам 5 секунд, чтобы отсмеяться. То есть, они считают, что московский суд гигантскую корпорацию Airbus, международную транснациональную, принудит выплатить деньги. Московские суды сейчас пользуются таким авторитетом во всем мире, что это однозначно план, обреченный на успех. Да, да, это вот об уровне адекватности просто, вменяемости нашей элитки. массовую гибель тюлени в Дагестане могли вызвать чума или птичий гриб. Версия отравления газами исключена, заявил директор Каспийского природоохранного центра Расул Хайбулаев. Боже, кто бы мог подумать, что три с половиной тысячи тюленей не могли отравиться газом. Ну, хоть бы какой эксперт заявил об этом сразу. Может быть, вы знаете таких экспертов, которые сразу сказали, что это идиотизм и такого не бывает, потому что природный газ плохо растворим в воде при нормальном давлении, он просто бы поднялся в высокие слои атмосферы и животные не могли от этого травануться. А, так это я рассказывал, что те, не буду материться, люди, которые рассказывали про отравление газом, это просто невменяемые. Зачем их подтягивают федеральные СМИ, это большой-большой к этим СМИ вопрос. Ну, так вот, продолжаем историю. Чума или птичий грипп не могли вызвать одномоментную гибель такого бешеного числа млекопитающих. у всех эпидемии эпизоотий у них есть определенная динамика распространения. например, какой-то тюлень съел что-то не то, он заразился. Заразил своих сородичей. Через неделю их болеет уже 200. Еще через неделю их болеет уже 500, там, не знаю, там, тысяча. Первые начинают умирать. Еще через неделю мертвых уже 200, еще через неделю мертвых уже тысяча. Это все постепенно, чтобы они одномоментно все вдруг вышвырнуты были на берег. Ребята, я вас уверяю, они скрывают утечку каких-то особо опасных ядовитых соединений, токсинов. Потому что если вдруг какие-то токсины попали в воду, а там плыли тюлени, вот это могло их убить всех в одном месте и в одно время. Не грипп и никакие не газы. Хватит жрать горох, а то ваши ассоциации с газами навевают подозрения. Кстати, если горох правильно отмочить, то никаких проблем с кишечником не будет. Погуглите в интернете, если не в курсе. В Челябинской области мужчина убил свою бывшую жену. Женщина четыре раза писала на него заявление в полицию, но правоохранители никак не реагировали. Практически каждый день происходят эти чудовищные трагедии, но девиз полиции не изменен. Когда убьют, тогда и разберемся. Вчера мы говорили о случае, когда сын убил мать, полтора года женщина обращалась в полицию, игнор полный убили. Муж убил бывшую жену, четыре заявления было. Ой, милые бронятся, только тешатся, у нас другие заботы, нам надо навальнистов ловить. Мы еще не все ролики Платошкина в интернете отсмотрели, вдруг там новый экстремизм, посадим, звездочки получим. О, хорошо. Когда убьют, тогда и приходите. Русал может предложить Потанину выкупить его долю в норильском никеле, это способно спасти компанию от западных санкций. Очень интересный оборот принимает история вокруг Потанина. Я напоминаю, есть две очень крупных корпорации, никелевая норникель и алюминиевая русал, русский алюминий. Главный владелец норникеля это Потанин, но какой-то частью акции владеет Дерипаска. В Русале наоборот. Главный владелец Дерипаска, но частью акции владеет Потанин. То есть у них давние отношения. И они с года в год спорят, кому сколько, когда, что платить, не платить, пускать деньги на развитие или перечислять на счет дивиденды. Вот это вот все у них вечные терки. И вот по Потанину наконец-то долбанули с санкциями. Тут важная поправочка. Норильский никель, производство именно никеля, оно настолько нужно и важно для Запада, что он под санкции не попал. Только Потанин и другие его активы. Росбанк, который он недавно купил, возможно некоторые медийные его активы, он какие-то там каналы покупал, телеграм-каналы, не помню. Так вот, по-хорошему Россия и может быть даже лично Потанин ради справедливости, ради должного ответа в экономической войне должен сказать, ах, вам нужен никель, но вы против меня вводите санкции, так хрен вам они никель, пошли нахрен, вот, ну, что-то такое должно быть. Ну, то есть, ну, по справедливости? Нет, нет. Дерипаска подсуетился и говорит, а давайте мы вообще у Потанина купим все его акции на рисковый никель, ну, и как бы все будет нормально. Ну, короче, у олигархов свое ощущение жизни, им плевать там на интересы России, они пытаются перераспределить собственность в своих интересах. шестерых российских глав компаний производителей удобрений и химикатов частично снимут санкции Евросоюза. ЕС частично снимет санкции с руководителей компаний по производству удобрений Андрей Мельниченко, его жены Александры, Андрей Гурьева, Маша Кантера, Дмитрия Мазепина, Вадима Машковича. Где-то две недели назад один из этих деятелей, гражданин Мазепин, Уралхим, приходил лично с Путиным пообщаться. И после этого я слышал, я не помню точно, по-моему, это говорил Хазин, может быть, кто-то другой. Знаете, какая была гениальная мысль? Все олигархи сейчас мечтают прийти к Путину на прием. попросить о каком-то договорнике. Вот у меня вот этот заводик, у меня вот эта шахточка, у меня вот этот сухогруз, там, то, сё, чтобы Путин помог им баблишко зарабатывать. Но вот этот Мазепин, он же подставился, он пришел к Путину. Естественно, Путин не будет для него ничего делать. Мазепин, ты стал посмешищем, Мазепин, ты показал другим олигархам, что будет, если они сунутся к Путину с такими вопросами и предложениями. Их просто пошлют. Проходит две недели. Европа начинает снимать санкции с этого Мазепина. После того, как он встретился с Путиным. А какой вывод? А Путин бросил все свои дела и стал помогать олигарху Мазепину, чтобы с него сняли санкции. Вот этот знаменитый звонок Путина Эрдогану. Интересная ситуация в Сирии между Арменией и Азербайджаном, Азербайджан и Прокси Турции. Начали снимать санкции. О-о-о! Как там было в нашей Раше? Все о России думаешь? О России спать не могу, только о России думаю, пересчитывая пачки денег. МИД России заявил, Москва поставит под сомнение смысл зерновой сделки, если не будут достигнуты договоренности. Я напоминаю, зерновая сделка была заключена в августе. Еще в августе были достигнуты договоренности. Мы разрешили движение сухогрузов по Черному морю и получили за это ни хрена. В итоге реальную выгоду за эту зерновую сделку получают российские олигархи. А что получают простые россияне, хотя бы наш бюджет в конце концов вообще непонятно. Проблема дефицита сырья и компонентов для производства упаковки в индустрии напитков остается, сообщил президент Союз Напитки Максим Новиков. Максим, ну, я не знаю, вы что, новости не читаете? У нас в России идет мусорная реформа. Самым масштабным активным образом перерабатывается мусор. Какие могут быть проблемы? вы обращаетесь на эти перерабатывающие предприятия и они вам дадут все, что надо. Переработанную целлюлозу, PET, бутылки, там, не знаю, ну, что хотите, то и вам дадут вообще без проблем или нет? Или у нас все-таки как-то вот не переработкой мусора занимаются, а каким-то очковтирательством? Как вы считаете, друзья, в чем проблема? Что за дефицит? Ну, что ж, тема дня это, пожалуй, переговоры глобальных элит с Путиным. Не так давно у меня появился знакомый, как бы это сказать поаккуратнее, с очень серьезными международными знакомствами. Так получилось, что он имеет возможность задавать некоторые вопросы одной семьи, которая начинается на букву Р. И он мне рассказал по секрету всему свету, что как раз в конце декабря, во второй половине декабря, вот эти вот глобальные элиты, самые, что ни на есть, глобальные элиты, они собираются с Путиным вести некоторые переговоры. Несколько недель назад я об этом узнал, это совпадало с моими предчувствиями, что где-то к Новому году наверное будет что-то решающее, потому что уже силы на исходе, силы на пределе, я об этом говорю уже месяца два или три. После поездки на Донбасс я постепенно стал склоняться к этим мыслям. Ну и вот пожалуйста, консильерии, если можно так выразиться, мировых элит, глобальных кланов, гражданин Киссинджер написал программную статью, в которой обрисовал, какие переговоры должны, какие договоренности могут быть заключены между Россией и Западом. Уже отреагировал Дмитрий Песков, Кремль с большим интересом ознакомиться со статьей Генри Киссинджера по проблемам европейской безопасности. Ура патриоты, охранители Игорь Стрелков жестко на это отреагировал. Если в Кремле снова купятся нас люнявый фантик от конфетки и пойдут на какой-нибудь очередной формат или сделку, то шансы досрочно попасть в ГААГу, то есть гораздо быстрее, чем при движении к ней в настоящее время, у президента и часть его окружения существенно водорастут. Естественно. патриотическая общественность будет против любых договорничков, кроме той, которая за обожание кремлевских решений получает конкретные деньги. Таких там тоже много, но далеко не все. Иностранный член РАН Генри Киссинджер вообще считается на Западе своего рода добрым следователем по отношению к российским элитам. По этой причине его позиция по отношению к России всегда более лояльна, чем реальная консенсусная позиция Запада. И в этом смысле его предложения представляют интерес как граница приемлемого для Запада. То есть отмечают другие эксперты, что вот это предложение Киссинджера это еще на самом деле мягко сказано, что вот это вот прям лучшее на что мы можем рассчитывать. Что же Киссинджер предложил? Если коротко уходите нахрен с территории Украины подписывайте мир Украина теперь может почувствовать себя в защищенности в безопасности только когда войдет в НАТО то есть история про демилитаризацию внеблоковый статус полностью отвергается. Он прямо говорит это время прошло теперь Украина четко должна войти в НАТО или быть ассоциированным каким-то членом НАТО все Украина только вот часть Запада. Что касается Крыма может быть потом мы проведем референдумы под контролем международных наблюдателей это главные идеи статьи Киссинджера Украина входит в НАТО возвращает все свои территории включая Крым и как многие отмечают это еще лучшее на что можно рассчитывать Путину как это можно понять как это можно объяснить западные элиты уверены что держат Путина за причинные места что ситуация абсолютно не в пользу России а что же тогда худший вариант это развал России на части это полное разоружение России лишение ядерного арсенала или что что это такое в общем друзья информация очень примечательная я думаю что ближайшие недели станут прям прям история вершится на наших глазах все последние месяцы это история которая вершится на наших глазах но вот прям сейчас оно что-то вырисовывается и как кто эту тенденцию будет переламывать я вообще не вижу таких наметок каких-то вот серьезных серьезных признаков того что какие-то российские элитарии какие-то представители нашей страны имеют какой-то реально хитрый план вся надежда на Суровикина вот если Суровикин сейчас возьмет Бахмут и быстрым каким-то рывком еще прорвется куда-нибудь там я не знаю к Одессе или к Харькову или к Чернигову может быть но в это же время Зеленский заявляет возврат территории до границ 24 февраля не будет финалом войны пожалуйста Зеленский в ту же абсолютно степь говорит да и Донецк и Луганск и Крым все вернем переговоров между Россией и Украиной может не быть еще несколько лет а конфликт может быть заморожен издание политико со ссылкой на западных чиновников вот это кстати было бы относительно приемлемым решением для России не для нашего народа и общества но для политической тусовки заморозить конфликт если конфликт заморожен стрельба прекратилась наверное какую-то частичку санкций снимут олигархи договорятся чтобы именно с них какую-то часть санкций самую для них важную сняли они аккуратненько будут переселяться в Дубаи на Мальдивы и в другие там замечательные места Россия не будет отдавать никакие территории Украина не признает что она потеряла какие-то территории все продолжат готовиться к войне Украина получит еще больше денег и вооружения значит все международные бизнес структуры которые поставляют сейчас на Украину они тоже получат больше денег короче все в шоколаде заморозка конфликта это то что может стать нашей реальностью уже в самое ближайшее время FIFA отказалась транслировать обращение президента Украины Зеленского перед финалом чемпионата мира по футболу в его офисе были удивлены полученным отказом сообщил телеканал CNN сейчас посмотрим сумеют ли американцы продавить FIFA но сам по себе жест показательный во первых FIFA должна вообще спор должен дистанцироваться от политических вопросов ну и в конце концов сколько может это Зеленский уже где он только не выступал уже всех достал на самом деле говорит одно и то же просто дайте больше денег и все главнокомандующий ВСУ заявил что из 76 запущенных сегодня по Украине русских ракет сбили 60 в то же время Украинерго объявила чрезвычайную ситуацию в результате обстрелов произошла потеря более чем 50% потребления объединенной энергетической системы blackout то есть вообще нет света в Киеве Полтаве Харькове Днепропетровской Кривом Роге Кременчуге на днях была очень странная маломощная слабенькая атака геранями вообще долгое довольно время герани исчезли и ими обстреливать перестали возможно сейчас новая партия пришла запчастей из дружественного Ирана знаете эту историю так или иначе полетели герани видимо реально прощупывали оборону прощупали и полетели уже серьезно это третья такая масштабная атака или четвертая или третья по-моему третья довольно результативная 50% страны вы представьте себе это очень много осталось без света хочется надеяться что в школах больницах других каких-то важных местах уже стоят генераторы и в случае чего можно запустить значит электроэнергию например для проведения операции и так далее хочется надеяться что генераторов не хватило на промышленные объекты где создаются там чинится военная техника но что интересно вновь свет пропадает в Молдавии и Румынии то есть Украина даже сейчас жалуясь всему миру крокодиловыми слезами на самом деле на то что у них нет света они продолжают продавать свой свет в другие страны в Молдавию в Румынию уж как меня бесят воры что российские теперь еще украинские меня бесят потому что теперь интересуемся украинской политикой почти как своей опять же в каждом ролике у нас первый раздел выверенная формула первый раздел новости России второй раздел новости спецоперации Украины и соседних стран СНГ то что непосредственным образом коснется России международные новости и в конце хорошие новости Путин обсудил с Совбезом текущие вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействия с соседями с докладом выступил Лавров ранее стало известно что Путин 19 декабря посетит Белоруссию его встреча с Лукашенко будет посвящена вопросам интеграции в рамках союзного государства конечно это сейчас самый подходящий момент самый подходящий или Путин таким образом хочет например у нас интеграция союзное государство поэтому я вам дам денег вот на это на то на пятое и десятое и ради этого ребята не грех повоевать на нашей стороне ну что-то такое может быть будет продемонстрировано Лукашенко заявляет о срыве сроков реализации мероприятий по формированию единого рынка газа с РФ как мы знаем Беларусь ресурсами бедна у них нет ни угля ни нефти ни газа Лукашенко много лет требовал скидки на все это и вот теперь-то я думаю что у нас одно пожелание даже не претензия пожелание к российской стороне создать равные условия для работы субъектов хозяйствования чтобы сельхозпредприятия наши промышленные предприятия компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях короче нужны хорошие скидки на газ на топливо на все остальное на электричество Лукашенко все-таки умеет бороться за интересы своей страны вот вы этого у него не отнять несмотря на все недостатки никакая противоракетная оборона не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете Сармат и не сможет это делать еще десятилетия заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев ух какой молодец да ядерная дубина у нас есть сколько жизней на Украине эта ядерная дубина спасла ноль зачем мы об этом опять говорим постоянно напоминаем о собственной значимости если сейчас проиграем нас еще разоружат полностью и сарматы нам уже никогда ничем не помогут Киев предложил западным странам предоставить по 50 долларов в месяц на каждого украинца на полгода страна может столкнуться с полным исчерпанием резервов и что будет власть киевская делать с этими баксами а он же почему-то не просит дайте нам еды подождите вы свою еду свои продукты питания продаете в другие страны значит еды на Украине просто завались правильно же ну логично а что вам тогда еще нужно оборудование для ремонта энергосистемы это оборудование это не не выплаты для украинцев раздавайте людям еду раздавайте лекарства попроси лекарства Зеленский нет он просит деньги зачем чтобы разворовать блин ну это это такой стыд я не могу Евросоюз в этом году выделил Украине финансовую помощь почти 20 миллиардов евро и продолжит ее поддерживать так долго как будет нужно заявила Урсула фон Дерляйен Зеленский аплодирует Евросоюз согласовал 9 пакет санкций в отношении России а вот это для наших чиновников плохая новость кто бы мог подумать все-таки согласовали пакеты санкций еще вчера не смогли согласовать сегодня уже согласовали санкции расширены на около 200 россиян и продукцию двойного назначения то есть в принципе ничего нового но красивый жест новые санкции новые санкции в принципе все санкции которые они могли ввести они судя по всему уже ввели русские хакеры добрались до фбр кибербойцы взломали более 10 тысяч аккаунтов сотрудников американского бюро хакеры киллнет получили доступ к личным данным 10 тысяч 210 агентов фбр у меня вопрос зачем а главное нахрена это как понимать нам фбр чем мешают ну фбр ну понятно в любой организации есть разные люди есть мрази и не мрази фбр которые там двойные агенты рассекречивают наркоторговцев нелегальных торговцев оружием каких-нибудь сейчас их благодаря этому сливу вычислят и поубивают кому от этого хорошо кому вы сделали этим хорошо лучше взломайте базы данных куда делись форма для наших бойцов кто разворовал российскую армию вот это я думаю было бы полезно вот это было бы мощно российские суды начали выносить приговоры по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части в период мобилизации за это преступление уже осудили троих военных в Мурморске в Великом Новгороде и Солнечногорске они получили условные сроки дезертиры и самовольное оставление части условные сроки то есть они сидеть не будут даже российские суды бессмысленные и беспощадные зачастую отказались жестить по этому вопросу Соловьев наотрез отказался от дебатов со Стрелковым и назвал бывшего главу Миноборона ДНР ничтожеством этот дурачок меня пытается вызвать на какую-то беседу с кем ты ничтожество Навального раскручивал с ним болтал ты Гордону болтал что хотел пшел вон Стрелков ответил Владимир Рудольфович Соловьев отказался от дебатов со мной вчера в эфире вечера с Соловьевым в самом конце он прямо сказал что ни на какие дебаты со мной не пойдет нисколько не удивлен именно данный ответ я прогнозировал мне нечего добавить к написанному ранее Владимир Рудольфович резиновое изделие номер два презерватив впрочем я в этом никогда и не сомневался спектакль на потеху публики продолжается глава бурятицы Денов выразил респект папе римскому Франциску после извинений Ватикана за слова понтифика о жестоких бурятах и чеченцах воюющих на Украине есть только одна маленькая проблемка папа римский заявил это во всеуслышание что буряты и чеченцы раз они не христиане значит они просто прям зверюги какие-то прям жестокие там все дела просто потому что не в христианской традиции не в русской традиции он об этом сказал во всеуслышание а извинился шепотом не он извинился он через своих помощников передал нашему МИДу что типа он не это имел ввиду вообще-то это неравносильно в центрально-африканской республике пытались убить руководителя культурного центра русский дом Дмитрия Сытова прислали посылку с бомбой он тяжело ранен контужен напомню за последний месяц истории с посылками входят в какой-то нехороший тренд вчера взорвалась в Польше ракетная установка гранатомет который был подарен украинцами до этого в течение нескольких недель приходили загадочные органы животных окровавленные европейским политиком 9 человек ранены в результате взрыва бомбы в турецком городе Диярбакыр там скорее всего мощно готовятся к наземной наступательной операции в Сирии спецоперации генассамблея ООН приняла резолюцию российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма за проголосовали 120 стран против 50 воздержались 10 почти все европейские страны что маленькие словении словаки что большие там Америка Канада Германия Франция все против но большинство все-таки за российскую резолюцию несколько месяцев назад Россия пыталась предложить резолюцию по борьбе с героизацией нацизма ее отклонили эту хотя бы приняли успех в чем разница между первой и второй скорее всего что-то связанное с Украиной с 1 января соцвыплаты в Москве проиндексируют на 10% минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве друзья пенсионеры держитесь минимальный понимаете минимальный размер пенсии в Москве 23 313 рублей напишите в комментариях вы и ваши родители какую пенсию получаете какой регион там Воронеж 13 тысяч Чебоксары 15 тысяч Нарьянмар 9500 напишите сколько вы получаете в месяц пенсию интересно сравнить с московской военный суд арестовал бывшего помощника московского городского военного прокурора по безопасности Игоря Почапского который по версии следствия являлся участником ОПГ похитивший более 45 земель обороны и безопасности в подмосковье и новой Москве фантастика они нашли кто разворовывал земли безопасности и обороны это вам не шутки шутить россиян уже завтра начнут штрафовать за счета в швейцарских банках шикарная новость из перечня стран с которыми РФ обменивается налоговой информацией 16 декабря исключат Швейцарию и Каймановы острова зачисления валюты на швейцарские банковские счета будут считаться незаконными штраф от 20 до 40% от суммы операции нововведения касаются только личных счетов физлиц круто очень круто штрафуйте всех нехрен из России вывозить бабки я с Набиулиной не согласен по итогам конференции в президиуме российской академии наук российские ученые установили биофизический механизм действия нового класса отечественных лекарственных препаратов я не совсем уверен что это хорошая новость вроде как они доказали эффективность фуфломицина эргоферон теперь это не фуфломицин подождем обзоров от наших экспертов в сфере здравоохранения фармацевтики но тем не менее друзья звучит хорошо ставьте лайки пишите комментарии отбираю для вас все главное каждый день надеюсь на вашу активность берегите себя и своих близких всех вам благ эргоферон у б заб Rob отів подождем с